Так, запись началась. Здравствуйте, друзья! 22 марта 23 год. Посмотрим, что у нас с погодой. Конец марта, мне уже жалуются кое-где, уже зацветает, не жалуются, а боятся, что не успеют привить, еще надеются на мои черенки, минус 5, завтра обещают минус 11, а потом потепление. Ну что, посмотрели? Посмотрим, идет ли запись. Ага, запись идет. Мы продолжаем бесконечную нашу тему. Значит, уже несколько лет, все забыто. За эти несколько лет реакции на вегетативные клоны от науки не поступило. Вот, и боюсь, не поступит никогда. Давайте посмотрим, еще такой слайдик. В одну точку все время бить-бить. Вот, или капать на мозги год за годом. Это была такая пытка. Знаете как, говорят, что эта пытка была измерительна в Китае. Привязывает так, что человек не может профилироваться в макушку, выстреливая, и капает, вода капает, капает. Оказывается, что это очень обмысительная пытка. Я этот пытка сейчас пытаюсь капать на мозги тем, от кого зависит будущее садоводства. Продолжаю капать. Дело в том, что официально вегетативных ходов не существует. Вот. Некоторые по сквозь зубы признают, но не признают за ними наследственности. Я считаю наследственность у них уже включена. Почему? Давайте посмотрим вот этот исключительный случай. Нет, уже не исключительный. Это же шестой фильм. Итак, Сахарин, и так Виталий Шаламай. Вот фотография от него. Это Персико-Хасанский, который я его выслал в виде черенков. Вот его отчет. Вот это вот это. Вот. Черенки и клонов Персико-Хасанский получены среди других культур, от Сибирского садового до Железного. Привитую на вишню, вручную и степную. Растут поликарбонатные теплицы третий год. На второй год дали урожай четыре штуки. На одном деле его плод очень крупный. Примерно 120-140 грамм. Заметьте, мои 50-60 грамм. На другом были три плода, размером с куриное крупное яйцо. Оно вроде бы ничего особенного, но дело в том, что после меня, сейчас, конечно, не тот случай, чтобы вам показывать целую эту плеяду. Ну, именно, дальневосточных персика, именно Хасанских. Вот. Уже я их раздвожил, они уже в сотнях садов. Это как бы их новое рождение. Уже пошло от меня. Захватывают Украину, Белоруссию и Казахстан. По новой все. Потому что они замерзают в средней полосе, даже будучи не укрытыми. Это уже сенсация. Тут другая сенсация. Все они, как правило, 50-60 грамм. Здесь сенцевые и сенцевые. Ну, у некоторых привитые на что-то достигали 100 грамм. 90-100 грамм. А здесь пошли дальше. Обратите внимание, на третий год привиты на степную вишню. Дает 5 плодов крупных, 200 грамм. А это уже не может быть. Генетика не позволяет. А на фото, где моя рука пишет, шаломай, 220 грамм. И тому в 4 раза крупнее. Вот. Ну, если бы они были у него, да, в теплице, да. Это микроклимат, это может стать субтропик. Жаль и радуйся. Дело-то не только в этом. Дело в другом. И вот, потому что они все разу, 3-4 раза не должны были увеличиваться. Увеличились. Значит, что это было у них? Вот эта крупноплодность у них была заложена. Еще в миллионы лет назад. Потом. Дальше, откуда взялось это субтропик. Почему? Снизились до 50-60. А, было наше 20-30. Я же не говорю. Это визия-то была. Представьте, огромный урожай. Маленькое, маленькое дерево. Куст. Вот такие плоды. Не убиты. А, все-таки, и привиты, кстати. И все-таки, это у меня. Получилось, в конечном итоге. Сам факт укропления. Привел к такой мысли, что они изначально должны были быть крупные. А вот, простите, постоянная их постоянная посадка косточками. Своющее поколение косточками. Косточки. Возможно, десятки поколений. Возможно, сотни поколений. Ну, доверить до такого состояния. А мы возвращаем им в нормальное состояние. Вот. Так что, любуйтесь. Любуйтесь, любуйтесь. И все изменилось. Цвет изменился. Все-все-все. Последний случай был у меня в прошлом году в нескольких из 4-5-летних деревьев. Сейчас я быстро-быстро. Я не хотел этого делать. Но, если бы это не был длительный гибрид, за что я и жизнь положил, и по морде получал. Вот. Поэтому я вот так вот сделал все. Вот здесь вот. Вот здесь вот я сейчас покажу. Вот здесь я покажу. А, вот это вот на последнем вебинаре, который был от вчера. Сегодня 22-й. Это уже Украина. Это Аджин Хасанский. Когда-то прошел через Кокорух. Но все начиналось от меня. Вот. А мой украинский друг Валерий Александрович вырастил в Сумской области. Вырастил в 4-х летку. С этими самыми, с косточки. Вот. Ну, понятно. Крупами не стали. Но еще бы. Это все-таки не субтропик. Вот было минус 27. Борь, прошу прощения. И сейчас на секунду. Он ко мне идет. Алло. Ага, можно заходить. Так, в редчайшем случае, друзья. Видит Бог, это не за суду, казачок. Сегодня подняла женщина из Коснаряжка. И сказала ко мне придут, чтобы я подарил к ней вот. Вот. Ой, если я, наверное, оговорюсь, отдал книгу. У меня в своих книг было 3, наверное, 4. Вот. А я, видите, не отключаюсь. Здравствуйте. Проходите сюда. Заодно познакомимся. Так, это. А мы сейчас, когда ко мне приходят, говорят. Дело в том, что, это, у меня сейчас включен компьютер. И включена запись фильма. А фильм идет о персика. Ага. А вы пришли за книгой, чтобы переслать куда-то. Пусть я? Да. Проходите. Сейчас мы сделаем все, друзья. Пусть будет лишь одной личной серии. Кое-что я вам рассказал. Женщины, кстати, боятся обморь не накрашены. А здесь вот видно будет. Испугаетесь? Нет. Нет? Давайте так. Делайте вот что это. Видите окошко? Ага. Окошко, видите? Ага. Туда, попашите рукой. Заклонитесь. Ага. Так. Скажите, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Мы все друзья. Да. Так, теперь смотрите, как вас жилось? Галина. Очень приятно для вас, Константинович. Ага. Так, сейчас, друзья, что будет? Сейчас скажу. Я вот, в принципе, перекрестился. Все ненарочно. Ага. Значит, позвонили с Косняшкой, правильно? Да. Сказали, что вы придете и купите книги. Да. Значит, смотрите, что получается. Ага. Сейчас этой даме. Вы же хотите иметь такие першики? Вот видите, друзья. Хочу очень. Галина, нет. Это я обращаюсь к своим этим жителям. Вот. Вот она. Это новая энциклопедия. Я ее назвал по-другому. Знаете, как? Садоводство для избранных судьбой. Тайны плодовых деревьев. Когда-то в школе ее будут изучать. Во всех школах. И во всех университетах. Здесь все не так, как у людей. Да. Увидитесь. Смотрите. Значит, я, к сожалению, называю полную стоимость. Вот. 1500 рублей. Хорошо. Вы уже в курсе. По телефону было. Хорошо. Теперь. Я их подпишу. А вы знаете, что мои книги пошли по двойной цене в Ленинграде. И за мою автограф. Но я с вас автографа деньги на тюрьму. Ну, скажите, какая гордость. Да. Люди сами предлагали деньги за мой автограф. Так это надо руки и душу приложить. Прямую руку. А вот вторая книга. Да, мы вам верим, поэтому пришли. Вот вторая книга. Она стоит 1000 рублей. Ага. Вот. Здесь бьетовыйские премии. Но, поверьте, это не скучно. Вы прежде чем отправлять, сами посмотрите. Ладно? Обязательно. Так. Теперь смотрите, что получается. Я, наверное, раз пришел человек. Слушайте. Галя, а если вы разденетесь и посидите здесь, чтобы я кема захочу. Нет, я не тороплюсь. Все. Вот тогда это. Сами идите на кухню, берите стул и садитесь рядом. Хорошо. Это недолго. Просто чтобы мне снова не начинать. Хорошо. Так. Книги видели. Так. Вот. 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 Потом еще, раз я перешел на книги, у меня есть, у меня есть, нет, не будем отклоняться от темы. Итак, вы видите, что на Украине уже 4 года и сеянцевый вырос вот такой персик. И опять мелкий. Возвращаемся мы туда, сюда. Белого человека. Вот тот самый, который увеличился в 4-4 раза. Так. То есть, речь уже не идет о рекламе, друзья. Речь не идет о том, свидану будешь. Всего два слова по-английски со школы. Я тоже три. Три, да? Да. Три, ты матерни? Нет, нет. Френд. Мой френд. Ясно. Это ведь я знаю три языка. Русский. Кокасский. Да, и матерни. Так, смотрим дальше. Итак, этот персик, который Галя вам говорила. Да. Его, он сам по себе увеличился в 3-4 раза. Ага. Значит, это не просто значит, что кто-то у меня, это я ему объясняю, кто-то у меня купит веточку. Ага. Так. А эта веточка будет привита на что-то. Как правило, на... Ну, так получилось. Вы представляете, я прививаю на абрикосы, получаю плоды вкусные, ароматные, просто всем дикому, 50 шаграмм. Этот товарищ взял, привил на это, на степную еще. Ну, руки чесались. То есть, и что мы имеем? Четыре раза ухрупнился. Угу. То есть, скрылись его потенциальные возносы. Значит, его предки были культурными. Не мог он увеличиться, а это надо, говорил, не лет, чтобы увеличился. Да, сам по себе не мог. Азиан взял улет. Угу. Значит, мы имеем потомство. Вот оно. Вот оно. Где-то не это. Мы имеем потомство. Вот оно. Это уже, я никогда не говорю, что вот это есть одичание. Нет. Мелкие. Я называю это приспособление. Что получилось? Получилось следующее. Это он же Персик. Так. Он же Хасанский. Вот. Прошел от Железова через четыре руки. Чернобаев. Мальков. Запорежская область. И, наконец, попал в Саузскую область. Тоже Украина. Вот он за четыре года вырастил. А потом 20 минус 27 единственный плодоносил, а при этом канадские замерзли все. Ну, так бывает. А этот не только, что еще и плодоносил. Угу. Вот. Вот. Поэтому сейчас на этом можно остановиться. Так. Почему остановиться? Потому что тема была другая. Быстро пролистать все. А тут я все сейчас пролистал. Поэтому, скорее всего, идем дальше. Это все он же. У него еще и сувенир. Востока мой. Угу. И еще и абрикос. Вот. Ну, наверное, мы уже... Надо бы побыстрее. И единственное, что я скажу. Ну, не могу. Я его, не человек попался. Потому что я виноват. Угу. Вот. Смотрите. Вот это место мне понравилось. Скажите, густо посадил. Да, посадил густо. Но еще гуще, чем на фрута. Каждый год слабые деревья сами освобождают место для более сильных. Естественный отбор. А в итоге, что останется, то и будет расти. Да. Это моя школа. Бери больше, кидай дальше. Отдыхай, пока летит. Знаете. Вот. Сабасадик я садила. Вот такой опыт центральной части с уважением Италии. Шаламай, Сахалин. Все. Идем дальше. Сызрань. Виноградов. Алексей Иванович. Сереньки от Железова. Отсюда вижу, что это академик. Представляете, он взял и испортил им это. И мало того, что я их испортил. Он их допортил. Вот. Ну, так уж получилось. Проводил вебинар. Все. Это. По памяти все. Все свежее. Смотрите. Смотрите. Не все же видели. Кстати, вот это испортил кто? Это Амнезинов из Омской области. Он испортил. Теперь они вот такие. Вот. Видите? А родители, ну, уже деды, прадеды. Это те же самые академики. Вот. Так это не все. Я попросил вот этого винограда, вот чего я показал сейчас. Представляете, свежие фотографии. Кстати, это эссенция, 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 эсскоточки. А это тоже не может быть. Дорогая ватикарь. Вот. А. Пожалуйста. Тот, кого мы сейчас вспомнили. Виноградом АИ. Я испортил до конца эти самые. Амрикосы и академики. Здорово. Смотрите. Кстати, вы знаете, что я называю все это лучшее? Это не профессия. Знаете, что это? Это диагноз. Вы сильно близко съедите к компьютеру с этим. И ко мне. Это значит, что? Что вы заболеете и все. И будете. Она уже заболела. Ладно. Короче, вот он винограда. Будет испорченная академика. Ну, а какие они были изначально, я уже показывал. Неудобно повторять. Некоторые обижаются за повторы. Так. Идем дальше. Итак. Следующие. Фото от Александровой. Калининградская область. Так. Итак, поехали. Получают мои черники. А люди этому не верят. А вот. А мне приходится. Как вы представляете? Я не шучу с Богом. Потому что для меня это. Я его боюсь. Вот. Грешеный, извините. И получается, что лишний раз стараюсь не обойтись без этих, без привлечений. Итак. Мои черенки. Почти дикой вишни. Вишня через Кастамбак. Там бы жили несколько черенков. Черешни на каждой. На одних и сейчас живут. На других погибли черешни. И получилось, что по неволею в вишни были внедрены гены черешни. И вот я под этим названием. Вот я под этим названием. А мне интересно было, что будет в более теплых местах. А это калининград. Видите? Я пишу вегетативный гибрид. А их на свете нет. Ни одного. Представляете? Их на свете нет. А они вот они. И у меня получились плоды еще лучше моих. Даже вишни. И вот эта черешня. Вот. Клянусь Богом, она мне прислала. А то, что не поверили, что я голову морочил. Вот. Я от 99-90-х, что она не могла меня морочить. Что это правда с моих веточек получилось. И еще. Тоже калининград. Только у меня случилось следующее. Я взял. И ну как получилось, что я... Или это разное? Игнелось калининграду, да? Вот такое письмо. И Александра. Это она и не она? Потому что после этого случая. Тетя Александрова. И это две разные. Но так сложилось. Смотрите дальше. Мамочка, я занята. Я перезвоню тебе. Вот. Теперь что получается? Она укропнила мои абрикосы до предела. Потому что для меня 120 грамм, это был мой рекорд. Это была моя гордость. Тем более, я их увеличил в два раза. То есть, это же какие-то персики. Что вы думаете? Людмиле Сканграда отправляю. Черенки. В данном случае это бай. А бай у нас это 60, 50. Ну, бывает 7 грамм. Ну, у меня было 80 грамм. Было. Что вы смотрите сюда. Это Людмила Сканграда. Ну, клянусь Богом. Ну, Богом клянусь. Это все правда. Ваши поклонницы ученицы. Высылайте ее видеоотчеты. Вот. Еще не кажется, что он крупный. Смотрите дальше. Сажать в новой садочи уже некуда. Но так очень равно, что там великана. На непривитых плоды вкусные, но скромных размеров. Ну, для непривитых. То есть, все-таки. Ну, и не дикари же, если с косточки. Не дикари. По 4 метра высотой. Может, стоит попытаться поливать в кровь у таких абрикосов. Почему нет? Они же сам на себя. Это же он же. Только один с косточки, а другой веточкой берется с другого. Который вот такие дает. Крупные. И 100% непреживаемость. Это как себе почку отрезать, и потом ее запиши. Я тоже хочу с косточек вырастить. Я вам сейчас косточки подарю. Ой, спасибо. Вот. Ну, мы же теперь коллега. Мы теперь с вами. 55 деревьев. Ничего себе. А что вы думаете? Вот единственное, что потом... Я почему? Я второй раз показываю, а люди обижаются. Когда я повторяю. Ну, мне надо, чтобы она откликнулась-то. Так. Возможно, на родных ветках плоды укрупнят. На родных. Вот он на железо уже понимает. На родных, а не чужое дерево. Там может быть отторжение. Мне 55 деревьев абрикосов выросший кончик. Половину из них я привела вашими черниками. Половину. Но вот незадача. Вот теперь внимание. Каждый год во время цветения случаются заморозки. Половину из них скромные. Ну, нам хватает за счет количества. Вот я всегда говорю. Больше, побольше. К стыду своему перепутала все сорта. Не знаю, какой. Где просто хотела, чтобы были разные абрикосы. Вот что интересно. Одно каждое, где, каждый год плоды гораздо крупнее. В среднем 130 грамм. Любуйтесь. Весы. И это называется ученица. Мне увольняться надо. Пусть она проводит эти. И плевать ученица. Ну, что это такое? Хорошая ученица. Да? Отличница. Я прощаю. 130 грамм. Сейчас у меня, между прочим. Галь, если будем дружить. У меня сейчас двух мест. Товарищи прислали. Ой, ладно. Не буду отвлекаться. Вот. Прислали эти самые. Абрикосы, где нужно быть уже. Пока рекорд. Вот он. А там все-таки Сибирь. Сибирь пошло. А там будет 150. Из двух мест. И вот. Отменил, собственно, похорону. И буду приватить. Через месяц. Ну, а дальше от нее же груши пошли. Катя Челябинск. Сейчас еще одно письмо. И все. И вас отвлекать не буду больше. И подолгу люди не любят смотреть. Устают. Итак, Катя Челябинск. Сразу скажу, что такое Катя Челябинск. Это не случайный человек. Катерина Карташова. Которая мой сайт-то и создала. Потом у нее крышу снесло. Вот это как у вас снесет. И она взяла и начала мои эти косточки пращивать. У нее поеда получилась. Шедевр с косточки. А теперь следующее. Это уже следующее. Как назовем? Отчет ее. Первое плодоношение манджурского абрикоса. Синий с патриархом. Первое цветение было год назад. Плоды не завязались. Этот абрикос единственный из моих сохранивших. Живые цветочные почки. После нескольких дней морозов. Минус 38. С сильным ледом ветром в феврале. Размер плодов видно на фото. Взвесить не получилось. Плоды с небольшим ровенцем. А я не помню. Сейчас самое интересное будет. Я давно не открывал. Вот здесь небольшой румянчик. Кочечка отделяется хорошо. Но вкус сладкий. Все как горчинка. После вкуса. Потому что меня порадовало. Я тоже люблю горчинка. Видимо, все же папа ближе к культурным абрикосам. Вот. А мне все долго. Это улучшенный вариант моих же манджурских абрикосов. То есть они оккультурились. Но у них папа постарался. Так. Вот. А мне говорят, что у меня из культурных дикарей был. А этот самый дикий дал такие плоды. Чистый манджурский абрикос. Давайте уточним. Патриарх. Вот он и есть. Ну что. Добрый день. А еще одна не могу. Хвастаться люблю. Саженец вашего сына. Персик Хасанский. Апрель 2019 года. Сергей Ростовской области. Я не помню, кто мне. С Ростовской области. Там есть какой-то район. Район. Это там, допустим, большая. Это как Нидерланды. Или там. Или Бергия по размеру. Один мужик. Только забыл. Какой район. Ростовской области. Я обшаривал весь район. Я не нашел абрикосы. Ни одного дерева. Вот так и написал. Поэтому я обращаюсь к вам. Ну и так далее. А теперь смотрите. Позор какой. Не позор. Ну и пришлось Ростовскую область посылать. Саженец персика. Вот он. Видели? Кстати, делим на троих. Семьдесят грамм. А дело-то в том, что саженцы. Он высылает Сергея. То привитые, то не привитые. Пойди как, узнай какое. Шестьдесят девять грамм. Ой, красотища. Не, ну некоторые морду воротят. Тут им нечего сказать. Вот нечего. Ну как там Сибирь. Перчики неукривные. Вот. А дальше как лиса, которая до винограда где-то прыгнула и сказала, что он зеленый. А, они мелкие. Ну ничего, рожайчик. Нормально? Хороший. Так. Ну, дальше наша песня хороша. Дело в том, что даже черешни попортили наука и многие садоводы. Косточки, косточки, косточки. Вот. И уже довели до того, что они потеряли очень многие качества. Ага. Что я написал? Только прививки. Красные свежи. Только прививки. Вот. И отказ от искусства до оплодотворения. Почему? Здоровье не то. Ну, это вы понимаете. Ага. Вот. Когда женщина мужика выбирает по душе, вот это оба самые здоровые потомства. Ага. Вот. А не того, кого денег больше. Да-да. Спасибо, что за мной не спорите. Это генетика. Да. Да. А генетикой бороться бесполезно. Да. Ну, а теперь я закрываю эту лавочку. Значит, сейчас я пойду на кухню. ну, клянусь Богом, что это не засланный казачок. Это сопало так. Да. Я вот свечу обрадал. Я остановлю запись. Сейчас я продам вот эти, подпишу эти книги. Еще раз, друзья. У меня этих осталось штук 10. Ага. Так что можете даже и не записывать. Все равно они кончатся и так. Ага. А вот этих у меня полтысячи. Ага. Вот. Так что эти можете не спешить. А это кто захочет, тот спешит. Ага. Теперь что получается? Мы пойдем еще я сейчас человеку подарю куски. А там, хочешь выбрасывать, хочет. Не-не-не. Знаете, какой у меня рожай был, Галя? На двух деревьях по 40 юдер. Да вы что? Опять как-то чистить. Ну а что делать-то? Что себе? А мне позвучали вебинары, мне так стыдно все сначала. Ну я разговариваю, что я расхвастался. Я расхвастался. Так если руки и душа золотая, то что ж, конечно. Да просто перестал деревья калечить. Перестал калечить, да? И заодно это. Вот мои гости какие угощаются. Угу. Хотите такие кустки? Конечно. Вообще на кухню. А целям советую. А персики есть? Нет. Вы знаете, я в этом году продал, у меня своих было, костик всего штук 200. Угу. Вот. Хоть бы парочку, уж не 200. Вот. Чернобаева продал, штук 300. штук 800 продал, 820 продал этого. Мои же, мои же персики, а только своих торгую, которые выросли в Люберске. Угу. Вы видели вот фотографию. Угу. Вот такие дела. Косточки, абрикосы. Есть ли вы? 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 Сейчас, пожалуйста. Черешья так плохо всходит, вот приходит письмо. Угу. Черешья проклюнулись в песке в сыром. Значит, все в порядке. Угу. Не подвел я. Ну, оставим советую. Горитая подешевела. Ха-ха-ха. Подробности потом. Нажимаю, создаю запись. Угу. И все. Угу.